Музыка Поддержка молодых семей на уровне правительства региона. В Туве успешно реализуется проект «Кэштаг для молодой семьи». Он призван помочь молодым животноводам организовать семейные фермы. Проект достаточно молодой, но уже доказал свою эффективность. Тем не менее, есть проблемы. О том, как он реализуется в Туве, поговорим сегодня. Здравствуйте! В эфире программа «Услышать каждого». Меня зовут Анастасия Маслова. И сегодня у нас в гостях первый заместитель министра сельского хозяйства Тувы Лариса Мангуш. Здравствуйте! Рада вас видеть. Здравствуйте! Думаю, что в Туве о проекте «Кэштаг для молодой семьи» знают все. В районах так уж точно. Тем не менее, давайте еще раз проговорим, в чем его суть. Суть губернаторского проекта «Кэштаг для молодой семьи» заключается в поддержке молодых семей, вовлечении в сельское хозяйство как можно более молодежи и в увеличении поголовья скота. В первую очередь, конечно, это овцеводство. И нынче это было в 2016 году, а нынче еще подключился другой вид скота – это крупный рогатый скот. А как эта схема работает? Схема очень успешно придумана. Как раз за прошедший 2016 год был подведен итог реализации данного губернаторского проекта. И были сделаны выводы о том, что себя этот проект доказал, состоялся и принес неплохие результаты. И поэтому по данному проекту работа была продолжена на 2017 год. Да, как Вы сказали, что проект стартовал в 2016-м, и за год с небольшим он уже себя показал, доказал, что он эффективный. Давайте вспомним, с чего все начиналось? Ну, начиналось все с того, что был такой, как прообраз вот такого, как сказать, вида поддержки молодежи, особенно молодых семей, которые разбираются в выращивании овец и коз в Цунхемском районе. Будущий еще представителем администрации Цунхемского района, Байбек Натажабович выдвинул такую идею. И по его идее, там, значит, наиболее зажиточные люди, тысячники, личники из своего стада 50 овцематок поделяли, передавали молодым семьям, которые только что, значит, поженились, в качестве поддержки. И через два года они должны были передаться следующему, значит, участнику, то есть такой, тоже молодой семье. И там принцип участия был обязательно, чтобы была семья полная, чтобы были молодые люди, и чтобы у них скота не было. И они два года вот этого, значит, 50 голов овцематок держат, и получают от них 50 голов ягнят. Первый год, второй год, получается, у них 100 голов своих ягнят становится, они передают следующей молодой семье. Вот так вот этот проект был в этом районе. Этот опыт, значит, когда район объезжал, смотрел глава Шалбам Валерьевича, ему очень это понравилось. Но он потом, значит, из этой инициативы Цунхемчикцев, он, значит, все это, значит, продумал и поручил всем, значит, органам власти, Министерству финансов, Министерству экономики, Министерству сельского хозяйства проработать проект губернаторский и уже более совершенный, с более большими объемами государственной поддержки. И вот так вот эта идея, значит, Шалбам Валерьевича полностью была реализована в конце 2015 года, и этот проект стартовал в начале 2016 года, и он себя очень хорошо доказал. Очень многие, когда вот выезжает глава администрации, глава правительства Шалбам Валерьевича в район, все вот молодые очень благодарны за такой проект губернаторский. То есть, по сути, концепция осталась та же. Те, кто увеличил поголовье, они помогают новым участникам, правильно? Изменилось только финансирование. Да, да, там, значит, в проекте губернаторском вот эта идея чем подпитывается? Изначально, значит, вот этот вот 200 голов овечек покупается, не какой-то тысячник бесплатно передает, не кто-либо передает излишников по своему усмотрению, как излишек поголовья. А тут же, значит, вмешивается Министерство финансов через Министерство сельского хозяйства, выделяют 700 тысяч рублей на обустройство. То есть, 350 тысяч рублей дается на обустройство чабанской кошары и жилого домика для чабана. И 350 тысяч рублей дается на то, чтобы там они могли покрыть кредит. А основным источником приобретения этих 200 голов становятся кредитные средства Народного банка, тувы, они 700 тысяч выделяют. Это по цене 3500, каждая овцематка покупается у поставщика. 200 голов – это как раз 700 тысяч рублей. Сразу оформляется кредитный договор на участника, на молодую семью. Кто-то из них, один человек становится кредитным получателем, судополучателем, а второй становится как поручителем. И вот эта семья получает на себя 700 тысяч кредитных средств и покупает у поставщика определенного Министерством сельского хозяйства вот эти указанные 200 голов, отобранных по ветеринарным требованиям. И потом вот это вот 700 тысяч, которые Минфин выделяет через Минсельхоз, 350 на кошару, 350 сразу первоначально платится в первый же год на второй неделе выделения этого кредита. Таким образом, Народный банк, выделяя кредит 700 тысяч рублей, в недельный срок уже получает половину погашенной, что тоже очень удобно, заинтересовано для самого банка. И, конечно, для оплаты процентов немного облегчает самого участника. И таким образом, вот это поголовье 200 определено из-за нормы содержания маточного поголовья. И они вот это получают 200 голов, получается не в собственность, а во временное пользование. Они два года пользуются, пасут, сохраняют, несут ответственность за сохранность самого этого маточного поголовья, так как за сохранность молотняка. Но по истечении двух лет они, вес молотняк, который за два года, за две зимы окотной кампании, этот овся матка переносит, они сколько они сохранят, все отдается собственность вот этому молодому участнику. Самый такой, как сказать, трудолюбивый участник за два года успевает получить 400 ягнят в собственность. И потом на третий год, уже он после течения двух лет, 1 июля передает следующему участнику. Например, вот один участник 2016 года, который получил 200 голов, это у нас, значит, Тостоянный Хакмин, Кандайкинский, получил 200 ягнят. Это из числа самых передовых. И он в эту зиму тоже планирует получить 200 ягнят, у нее будет 400 ягнят. И 1 июля 2018 года она вот эти 200 голов овся маток передаст другому участнику, который определит этот суммун этого Толайлы на сходе граждан. Вот этому участнику передаст 200 голов на два года. Ну вот так вот. Вот сколько было в 2016 году участников? В 2016 году участников было 105. Там 16 районов, все суммуны почти участвовали. И по решению схода граждан, общего собрания граждан, выдвигался этот кандидат. Этот кандидат потом, значит, по решению собрания протокольно представлялся Минсельхозу. Через Минсельхоз список шел Народному банку. Народный банк смотрел его кредитоспособность. И если эта семья молодая выдерживала, что они могут получить кредит, что у них кредитная история положительная, и тогда банк давал добро, и дальше схема стала действовать уже Минсельхозу, Минземам. Все 16 министерств и учреждений, служб, правительства, все в этом задействованы. Какие результаты, как они справились с ответственностью, которая на них возложена? Да, по большому счету, значит, общий анализ был сделан 1 июня 2017 года. По итогам оконной кампании зимовки за 16-17 год в итоге получается 105 участникам было передано по 200 голов, это общая сумма 21 тысячи, а в Сематах было передано 105 участникам. И планировалось от этого поголовья получить по 70% деловому выходу 14 тысячи ягнят деловой выход, которые не только родились, а которые потом уже выращены, откормлены и должны были отбить к 1 июня. Вот итог подвели в июне месяце, в итоге получилось, что с заданием справились из 105 участников 53 человека, то есть это больше половины получили 140 и более голов ягнят, это очень хороший результат, мы считаем. Более того, из 53 участников 15 человек получили 140 и выше, из них 6 человек получили 200, а из этих даже 6 человек трое получили даже 204 и 206 ягнят. Это получается некоторые овцы, которые были переданы, имеют свойство принести признесов, двойняшек, поэтому получилось от 200, мы могли получить в Тесхемском районе 206 ягнят. Вот такие неплохие результаты. А в этом году сколько участников принимают? Ну в этом году, к сожалению, конечно не 105 участников у нас окончательный финал пришли, хотя первоначально были выдвинуты 105 участников, но там по требованию, там должен быть, значит, этот участник, не иметь скот и не иметь таких родственных связей, коррумпированных, вот, с власть держащими. Ну, когда Шалба Мадельевичу поручил, и все министерства закрепленные выезжали, проверяли, в мае месяце по всем выдвинутым 105 человек была вот такая очень строгая проверка, в итоге которой было установлено, что в одном сельском поселении, Кахемского кожуна был выдвинут сын главы, сын представителя администрации, и за что этот выдвинутый протокол, включенный участник, был вычеркнут из списка. И еще один участник у нас в том же Кахемском районе, он заболел внезапно, умер такая внезапная смерть, к сожалению, получилась. Поэтому нынче у нас в 2017 году участников не 105, а 103. Скоро наступит холода, и, наверное, одним из самых серьезных испытаний для участников, это зимовка, вот с какими проблемами они сталкиваются, и как прошла прошлая зима? Прошедшая зима у нас была очень серьезным испытанием для всех сельскохозяйственников, в том числе, конечно, для молодых чабунов, которые впервые получили в свою ответственность только такое большое поголовье. Особенно вот в западном районе Байдайкинском, Парунхемческом, снег, который 1 метр 40 сантиметров, это очень огромное испытание, но, тем не менее, наши чабуны справились с данным заданием. Падеж был у некоторых личных подсобных хозяйств, у некоторых крупных, была даже снежная лавина из ПК ОРУ, но участники проекта тут, конечно, они справились. Одним словом сказать, что в большинстве все справились, а снежная лавина коснулась только нашего ГУП ОРУ, где погибли 350 голов этого Косовец и 11 голов Яков Сарлаков. Слава Богу, у нас, значит, молодых чабунов эта беда проименовала. Отрицательными результатами вышли в Парунхемске только два участника, и у нас не справились с заданием. Это один участник Читыхольского района и один участник Кахемского района. Вот за исключением четырех вот таких вот участников, большинство участников, 99 человек, они справились, некоторые даже очень хорошо справились, несмотря даже такой глубокий снежный покров, они из-за того, что подготовили достаточное количество кормов. А Минсельхоз как-то помогает кормами? Минсельхоз прошлую зиму, значит, помог кормами только концентрированными, зернофураж, значит, раздавали каждому, значит, личнику, каждому участнику Куштаг и каждому, значит, чабану, крупных хозяйств, государственных культурных предприятий и мелких, средних хозяйств всем помогали. Ну, я знаю, что в некоторых районах еще для животных шьют специальные чулки, так? Да. Это вот в таких районах, как Авьюр, в которых очень много, Минкюнтайгада, где очень много бывает такого весеннего сказного ветра, специально делают, когда вот после больших этих вот ветров, буранов, значит, образовываются глубокие сугробы. На этих сугробах обычно как нож режется копыта, копыта, да, копыта мелкого рогатого скота. Иногда даже бывает крупный рогатый скот, шьют такие шефскую помощь, оказывают обычно школьницы, там школьники, а детквартира помогает, шьют такие, типа, как варежки. Какие задачи стоят на первом месте сегодня? Ну, на сегодня у нас на первом месте стоят задачи достаточно заготовка кормов. Вот мы должны были начать заготовку кормов с 1 июня, уже начать поливать, и первый покос должен был быть 15 июля, когда высота травостоя должно быть 50 и более, и второй покос должен был быть 1 сентября. Но нынче из-за засухи, которая была вообще до 48 градусов, было в июне месяце, у нас сено не выросло, поэтому с первым покосом у нас вообще не получилось ни в одном районе. Покос начал самый первый, значит, Кахемский район, во вторую половину июля месяца, и они на сегодня же лидируют, они подготовили 200 с чем-то, 280 процентов уже планового объема, Кахемский район, вот, значит, в Лухемский район ушли, а Каштаговцы заготовили от нужного объема пока что 64 процента. Мы считаем это отставание, и поэтому нас, сельхоз, очень тревожит вот это вот отставание, и поэтому мы делаем сейчас все усилия, на днях вот все наши ответственные сотрудники выехали в район, чтобы проверить на месте, почему все-таки отстаем. Ну что ж, будем надеяться, что проект, который уже доказал свою эффективность, каждым годом будет лишь набирать обороты. Вам спасибо за беседу. Это была программа «Услышать каждого». До свидания.